В Латвии прошли парламентские выборы. Это, конечно, очень важное событие и для Европейского Союза, и для путинской политики, которая, конечно, превратилась в очень агрессивную политику относительно своих соседей. Почему латвийские выборы были очень важны? Конечно же, если иметь в виду, что идея Путина состоит в том, чтобы развалить Европейский Союз, ему нужно правительство в странах Европейского Союза, которые поддерживали бы политику Путина и которые боролись бы против санкционных режимов, которые установлены для России в связи с атаками против Украины и других делах в мире, скажем, в Сирии. Это очень большая такая цель. Вот, чтобы у меня было бы карманное правительство в каком-то стране Европейского Союза. Но, конечно, Путин политически работает по всему Европейскому Союзу. Он вмешивается в выборы в многих странах Европейского Союза. Но, особенно, конечно, он надеется на успех в восточно-эропейских странах или странах Центральной Европы. Мы знаем это прекрасно. Где и когда он делал ставку на каких-то своих людей. Ну, скажем, президент Чехии Зейман, скажем, или какие-то еще другие страны. И могу тут упомянуть, скажем, Болгарию или, скажем, Словакию. Везде у Путина вот одна и та схема, чтобы в правительстве были люди, которые имели бы особое отношение с Москвой, на которых можно влиять и которые бы в структурах Европейского Союза, а то и НАТО, поддерживали какие-то планы Москвы. Но, конечно, Латвия в этом плане просто рай для российских спецслужб, для Путина, потому что там очень большое количество русскоязычного населения. Латвия живет все-таки довольно большая, для такой маленькой страны русская диаспора. В последние годы мы видим большие изменения и в правовом статусе этих людей. Скажем, более 73% русских в Латвии имеют латвийское гражданство. Значит, они активно могут участвовать в выборах, в том числе и парламента. И кроме русских, конечно, в Латвии живет и другие люди русскоязычные, и украинцы, и белорусы, и других национальностей, которые тоже, так сказать, активно всегда вступали на стороне пророссийских политических сил, которые на политическом арене Латвии. Конечно, очень долго там от имени русскоязычной публики выступал партия «Сообщел», но случилось так, что эта политическая партия неожиданно надоела Владимиру Владимировичу Путину, потому что они вели какие-то дела с Парисом Абрамовичем Березовским. Поэтому была создана новая русская партия «Согласие», по главе которого Нильс Ушаковс, который стал мером Риги. В общем-то, очень большая политическая цель Москвы была достигнута, потому что, конечно, все богатства Латвии, они находятся именно в Риге. И, конечно, это очень большой город. Надо было достичь еще одного цели – это то, чтобы попасть в правительство Латвии, уже рулить политики на уровне правительства и влиять на события уже в Европейском Союзе и НАТО, членом которого Латвия является. Конечно, это очень большая цель, и для этого были затрачены огромные ресурсы, чтобы добиться этого. Для «Согласия» были созданы все условия – и пиар-условия, и резидентура бегала, чтобы все эти русские голосовали за именно «Согласие» и так далее. И долгое время, видите, казалось, что «Согласие» твердокаменной оппозиции, что никто не может ничего делать против него, он полностью собирает все русские голоса и является самой большой политической силой Латвии. Но, как всегда, у Путина он не учитывает то, что ничего твердокаменного в политике не может быть. Это он в России может использовать свои спецслужбы, чтобы подавлять в России полностью оппозицию или создать фейковую оппозицию, чтобы контролировать свое местное население в России. Что касается уже каких-то демократических обществ, ну, скажем, Латвии, Латвия, конечно, демократическое общество, все это невозможно делать. А значит, все искусственные методы, которые ты используешь, они все-таки временного характера. Через какое-то время они потеряют свою силу. Итак, если в 2011 году согласие получило 28,4% голосов, то уже в 2014 году поддержка упала на 23%, а в 2018 году она упала уже 19%. Это же просто крах, если мы учитываем то, что это должна была быть твердокаменный блок русских избирателей, которые поддерживают согласие. Куда же они исчезли? Что случилось? Если в 2011 году за согласие голосовало 260 тысяч избирателей, то уже в 2014 году только 200 тысяч избирателей, а тут уже в 2018 году осталось их только 167 тысяч. И так за короткое время согласие потеряло 100 тысяч голосов. Конечно, люди удивляются, что случилось? Почему русские не хотят голосовать за согласие? Потому что видно же, что они голосуют ногами, просто они не идут на выборы и не дают голоса за согласие. Конечно, вопрос не только в том, что Ушаков – мир Риги. И наверняка люди не очень довольны, что происходит в городе Риги. Наверняка нету этих результатов, которые должны были быть. Он человек каких-то так называемых левых убеждений. На самом деле он человек развала. Любое дело, которое он прикасается, разваливается, потому что он не умеет руководить, ничего не делает. Конечно, вредит он такой деятельности всей Латвии. Но вот ситуация такова, как она есть. Но это имеет свои последствия. Даже русскоязычные избиратели разочаровались с Ушаковся. Они недовольны, как он работает. Но, конечно, никакой реакции со стороны Ушаковся, которая поддерживает Москва. Как известно, курирует господина Ушаковся Турчак, генеральный секретарь Единой России, который часто и бывает в Риге. То, конечно же, вы имеете эти результаты, которые вы имеете. Конечно, тут было такое дело, что перед выбором шла большая кампания. Как будто бы вот Ушаков сейчас он выиграет и попадает в правительство. Это мне вспомнится знаменитая мема «Ждун». Владимир Владимирович ждет, когда же наконец-то Ушаковся попадает в правительство. Никогда. Потому что просто нет той политики, которая нужна для поддержки избирателей. Поэтому, конечно же, результаты нынешних выборов – это большое разочарование. Потому что перед выборами были разговоры, что вот Ушаков получают минимум 28 депутатских мест в парламенте Латвии. Но, конечно, ничего такого не случилось. А другая русская партия, старая, так сказать, Собчел, его, так сказать, останки, уже вообще не попали в латвийский парламент. Так что, хотя российские СМИ там кричат огромными заголовками, что Ушаков спобедил на латвийских выборах, это первая победа, потому что идет эрозия поддержки среди русскоязычных избирателей. И, значит, невозможно уже достичь каких-то политических целей. Но все латвийские партии, конечно, говорят, что не намерены работать с согласием, не хотят быть с ними в коалиции. И тут не только дело в том, что мы имеем дело какими-то пророссийскими силами. Были деланы огромные усилия, чтобы изменить имидж согласия. Взяли каких-то известных латвийских людей кандидировать и так далее. Там говорят, что вот не будем уже сотрудничать с единой Россией. Ну, какие-то такие разговоры. На реальном, конечно, этого мало. Надо изменить сущность политики. Надо работать, получить какие-то конкретные результаты, чтобы люди чувствовали, чтобы их жизнь улучшается, скажем, в городе Риге, где мерами являются ушаковцы. Но ничего же такого не происходит. Но как же вы намерены получить поддержку избирателей? Его не может быть этой поддержки, его и нет. Так что очередной крах на политическом фронте для Владимира Владимировича Путина. Нереалистическое представление о том, что нужно Латвии. Владимир Владимирович думал, что для жителей Латвии нужно провести очередную кампанию о том, каком огромной опасности являются русский язык и русская школа в Латвии. Если вот мы проводим такую кампанию в Латвии, мы получаем мобилизацию русскоязычного населения, и они одним порывом, так сказать, идут голосовать за этого Нильса Ушаковца. Конечно же, как видите, ничего такого не происходило. Значит, тема русского языка и русской школы на самом деле уже не играет такой роли Латвии и русскому обществу Латвии. Есть какие-то другие, более важные проблемы, которыми не занимается партия Согласия. Ну и еще раз говорю, это прежде всего то, что люди хотели бы, чтобы города Лиги были большего порядка, и, конечно же, чтобы она лучше бы управлялась бы. Но, к сожалению, при мэре Нильсе Ушаковше это просто невозможно.